Экспедиция – это, к сожалению, не то, что я вправе освещать, потому что я бывал в других экспедициях, в археографических я не бывал, может быть, поеду, я бывал в диалектологической экспедиции, в фольклорной, еще вот. Но это очень значимое дело для Пушкинского дома, есть люди, вот в части моя жена бывала в экспедициях, во-первых, это очень интересно, вот, а во-вторых, это чрезвычайно полезно, потому что мы собираем те крохи, которые все еще остались от древнерусской культуры, это экспедиции на русский север, и там до сих пор находятся древнерусские рукописи, причем очень древние, это рукописи, которые были до раскола еще написаны, и старообрядцы их сохранили, вплоть до рукописей 14-15 веков, они передавались из поколения в поколение, вот. А кроме того, интереснейшие старообрядческие рукописи, это история старообрядческая, история раскола, это страшная история, одна из самых-самых страшных в истории России, просто ее не принято в качестве таковой рассматривать, но на самом деле это, если угодно, драма, сопоставимая с революцией, с переворотом 1917 года, еще с какими-то, может быть, даже больше, потому что когда создали ситуацию отсечения огромной части русского общества, хотя нужды в этом не было, вот посмотрите, удивительная ситуация, не было догматических или догматически значимых расхождений между старообрядцами и новообрядцами, но как взорвалась страна, как она раскололась на две части, и с какой жестокостью вот эта часть людей, которые отстаивали всего-навсего то, что впитали с молоком матери, с какой она была подавляема и гонима. Я не старообрядец, но я хожу в общую нашу православную церковь, но при этом я очень сочувствую старообрядцам и чувствую долю той общей громадной вины, которая у России в отношении старообрядцев несомненно. Более того, знаете, если бы я жил в XVII веке, и мне вдруг сказали, вот теперь делай так, я не уверен, что я бы стал это делать. по своему типу, я полагаю, что скорее я бы остался со старым. Так что это огромная драма. И вот, знаете, вот эта драма, она в течение нескольких веков развивалась, но не бывает же только черного. Есть какие-то краски, которые появляются даже на черном. И вот на этой страшной истории гонения старообрядцев есть какие-то вещи, за которые эту историю можно, ну не то чтобы благодарить, это неправильное было бы выражение, по крайней мере выделить в этой истории. Это старообрядческая культура. Это вот благодаря тому, или в силу того, что старообрядцев гнали жестоко, дико, они законсервировали русскую культуру. То есть это они писали еще до середины XX века рукописи по древнерусским образцам. У них же за редкими исключениями не было доступа ни к типографиям в царской России, потому что их выдавливали отовсюду. А в советское время понятно почему. И они продолжали эту древнерусскую традицию и писали так, как писали 200, 300, 400 лет назад. И вот они сохранили эту культуру, которую мы сейчас, остатки которой пытаемся уловить во всех смыслах, уловить на русском северо-западе. И собираем те рукописи, конечно, с каждым годом все меньше, которые все еще остались там. из того, что я описал в путешествиях героев, мной не придумано в том отношении, что все это мной видено от русского севера до Иерусалима. Я добирался, может быть, не с такими сложностями, как мои герои, но почти во всех местах мной описанных я был. И, конечно, был на русском севере, неоднократно бывал в Кирилло-Белозерском монастыре. Это удивительное впечатление. Этот монастырь сейчас мало-помалу возрождается, но сейчас монастырь в современной жизни занимает ведь не то место, которое в Средневековье. Дело в том, что монастырь, как ни хорошо не относитесь к нему, но понятно, что в нынешней культуре и в нынешней цивилизации это место маргинальное, явление маргинальное. Оно не в центре общества, это, условно говоря, не мейнстрим. Монастырь в Средневековье – это центр жизни, в буквальном смысле центр. Это школа, это университет, это место, где создаются книги, переписываются книги. Это место, где создаются основы цивилизации, если угодно. От идеологии до кулинарии. Если вспомнить, что большинство ликеров и сортов пива, но это применительно к Западу, правда, не к нашему Средневековью, это монастырские изобретения все, то мы поймем, что значил монастырь. И у меня было, если брать, допустим, Кирилла Белозерского монастырь, у меня было необычное с ним знакомство. Дело в том, что прежде чем я побывал там, я перевел и прокомментировал житие святого Кирилла Белозерского, основателя этого монастыря. И у меня было свое представление об этом монастыре, его мистической сущности. И потом, когда я его увидел, это была встреча с давно знакомым. Также, знаете, в сущности, как, допустим, я переводил апокрифическое житие деяния Петра и Павла и комментировал, изучал всю топонимику округа Неаполя, куда Павел прибыл на корабле. И потом, когда я увидел, я там ходил, вот, Путиолы нынешние, Апоциоли, другие места, то я уже тоже был подготовлен. То есть я по типу своему человек текста. И первое знакомство у меня идет через текст. Не потому что я стремился к этому, но так получалось в жизни. И также я познакомился с русским севером на текстовой основе. А что касается Тотьмы и вот этих мест, то это были устные тексты. Это были тексты моей прабабки, которая умерла в 1972 году, но я ее застал, и я ее помню, хотя мне было 7 лет с небольшим. Для нее Тотьма, в которой она родилась, это был род землеобетованной. И вот, когда мы жили в Киеве, там какие-то происходили, может быть, неприятные вещи, или там кто-то что-то не то сказал ей, она всегда вздыхала и говорила, а в Тотьме бы так не поступили. Вот, я думаю, что и в Тотьме бы так поступили, но всякому человеку свойственно иметь свою землю обетованную, куда, если уже даже нет возможности вернуться физически, то возвращаешься ментально. И вот о Тотьме у меня были вот такие отрывочные воспоминания вот моей бабы Нины. И когда я попал туда, то я вспоминал вот всякие ее рассказы, может быть, мифологию, о которой мы уже говорили. Тотьма была таким уже мифическим каким-то царством на земле, вот, где ничего плохого не происходит, и, может быть, даже никто не умирает. И я это все вспомнил, и я видел Тотьму, побывав там, в оболочке этого мифа. А миф, я повторяю, это активное отношение к явлению, наше активное, потому что нет явления самого по себе. Всякое явление существует только в оболочке нашего к нему отношения, которое мы либо перенимаем с прежними мифами, либо создаем какие-то свои. Но это очень важно, и в этом нет ничего плохого, если это, естественно, носит характер. И вот когда я увидел Тотьму, я ахнул. Во-первых, это удивительный город. Это город, в который до 80-х годов 20-го века не было дороги. Там был древнерусский способ перемещения по реке Суханье. Летом сплавлялись по реке, ходили пароходы, а зимой по льду сани. И, к счастью, вот это обстоятельство город сохранило. Туда, видимо, трудно было как-то доставлять. Или забыли об этом городе, уж я не знаю. Но Тотьма – это сказочный город, почти такой, каким он был в конце 19-го, начале 20-го веков. Я боюсь только, что он изменится. Он так хорош, прецеденты есть. Вот сейчас, допустим, был и остается замечательный город, «Великий Устюг». Но сейчас из него пытаются сделать Диснейленд. Вот эти все сюжеты с родиной русского Деда Мороза, который из Устюга. И вот я был в Устюге и уже увидел, вот так сказать, что его превращают в конфетку. А это не… То есть я понимаю, что людям надо как-то выживать в этих городах и, в общем, безжалостно говорить, что не делайте того-сего. Но все это начинает носить искусственный характер и, может быть, другого пути нет, я не знаю. Но естественность это теряет. Так вот, Тотьма – это город, который не потерял естественность. И вот в нем такая девственная красота существует. А что касается музеификации городов, то это сложная тема. Вот мне рассказывали, что такой же замечательный город Мышкин на Волге, который тоже там сейчас переделывают, это тоже становится, ну, если не Диснейлендом, то чем-то вроде того. Все крутится вокруг мыши. Это все очень симпатично, но он был хорош сам по себе, по рассказам. Я там не был. Вот такой еще остается Тотьма. Я надеюсь, что там ничего такого ужасного не... Там есть, правда, конечно, хрущобы такие, но они как-то их не видно среди вот рядовой городской застройки 19-го, начала 20-го веков. Продолжение следует...